Вот технические краткие характеристики 12 вольт, потребление 5 ампер И максимальное Так, он у нас может отсасывать Это дизельное топливо 250 литров в час Обычное моторное масло при 40-50 градусах 3 литра в минуту Ребят, всем привет! Сегодня распаковочка будет на двигателе автомобиля Пришел вот такой немаленький пакет Сейчас я вытаскиваю содержимое И показываю вам, что там есть И почему у нас такая обстановка Коробочка внутри синяя, немножко помятая Но мне повезло, так как я смотрел Комментарии при покупке И людям приходили вообще Просто разорванные в хлам коробки И внутри ничего не упаковано Пупырку было, но содержимое было целое Мне повезло Так, смотрим Пришел мне насос Насос для откачки масла Через щуп Чтобы не лазить под машиной Ну и как раз повод весна Сейчас буду менять масло Я пробую эту штуку И скажу вам свое мнение Смотрим, что внутри Мне опять же повезло То, что коробочка целая Людям приходят мятые шланги У меня все целое Это жесткий шланг Из пластика Ну это скорее всего Вот он и пойдет Далее мягкий силиконовый шланг Это уже в бутылку Ну и в принципе сам насос Вот такой насос Сейчас разберем Посмотрим, что там внутри Тоже люди жалуются Что ничего не закреплено Не смазано В общем проверим Корпус из пластика Сверху тоже пластик Есть мягкие ножки И все, чтобы положить Здесь выход и вход Заглушки силиконовые Ну и провода для подключения к аккумулятору Два хомута Соединитель шланга И простейшая инструкция Ну вот внутренности данного устройства Внутри, как я и говорил Ничего не крепится ни к чему Просто это все висит на выходах Вот на этих местах Это все крепится Также ничего не смазано Так что если будете покупать Нужно сразу разбирать и смазывать Сейчас назад собираю Потом подготавливаю двигатель В замене масла Залью промывочное средство И уже будем извлекать его из двигателя Пробовать сколько вылезет Сколько вытечет Посмотрим Сейчас расскажу Как это все подключается От основного шланга Силикона Вот этого мягкого Он диаметром Кстати 10 мм Отрезаем кусочек Где-то полметра Вот И соединяем его с пластиковым Здесь есть переходник Все легко соединяется Ну и уже вставляем к насосу Это у нас идет на вход Ну а вот этот оставшийся шланг Уже идет у вас в канистру Или в бутылку на выход Ну и все Включаем плюс-минус Соответственно И откачиваем масло Сейчас будем проверять Самому интересно Как это все будет работать Ну и конечно Соответственно Масло должно быть теплое Холодное будет вообще еле идти Ну что Масло прогрето Сейчас вынимаю щуп Вот Вытру все Ставлю вот этот пластиковый Тонкий провод В щуп Это вот здесь На Ford Focus Ну а мягкий силиконовый провод Ставлю в емкость И подсоединю к аккумулятору Ну что Первый старт Давайте пробовать Все шланги чистые Первый запуск Масло пошло Я первый раз слишком глубоко засунул шланг И скорее всего он там согнулся И посмотрите Масло идет Я сделал как показано на инструкции На коробке Но вот этот шланг Он сужается Он становится мягкий от масла И в общем его спрессовывают И масла не поступает Сейчас попробую подсоединить напрямую И уже проверим Как будет отсосывать Все готово Шланг Отключил напрямую И включаю Закончил слив масла в 6-литровую тару Масло прекратило поступать Масло прекратило поступать Выключил Сейчас вытаскиваю Протираю Заливаю новое масло Ну конечно меняю масляный фильтр Все-таки под машину придется лезть Но здесь все легко достать Сейчас постелю одеяло И поменяю фильтр У меня нет съемника для фильтра Так что пришлось его пробить Вот он Небольшой лайфхак Просто отверткой насквозь пробиваем И выкручиваем Но тогда просто будет все немного грязнее Чем со съемником В общем это устройство позволяет вам слить масло Все без всяких капель Без всяких ведер Без всяких яд Но при отключении фильтра Там где-то еще пол литра масла И оно польется Так что подставляйте что-нибудь Поддоны Тряпки Чтобы не испачкаться Конечно если у вас будет съемник То никакая яма вам уже не будет нужна Можно подлезть и так Это здесь фильтры находятся вот там И надо залазить под машину Ну а классики вообще проблем не будет Фильтр можно открутить и здесь Так что с таким устройством Вообще не придется залазить под машину Ну что говорю свое мнение Устройством я доволен Слил я 3,5 литра А залил в двигатель 3 литра 3,5 потому что еще промывки пол литра было В двигатель повторюсь залил 3 литра И вот оставшийся литр налил в другую тару Ну чтобы вам показать сколько здесь Здесь получается где-то 3,300-3,400 Ну и 100 грамм у меня вылилось в тряпку Насос мне очень понравился Конечно разберу, смажу все шестеренки Чтобы не стирались В двигатель подложу там мягкий какой-нибудь материал Чтобы он сильно не болтался А чисто вибрировал Ну и все Сейчас откручиваю, складываю в коробочку И до следующего года Устройство меня полностью устроило Почти как в сервисе За эту штучку я дал где-то в районе 1000 рублей, 1200 Ссылку оставлю в описании Можете пройти и посмотреть Ну а я наверное заканчиваю видео Не забывайте, что вы можете все делать своими руками Так как в сервисе работают такие же люди, как и вы Не обязательно это все переплачивать Что менять масло может каждый Ну а я жду от вас лайков И не забываем оставлять комментарии По поводу этого устройства По поводу этого видоса Понравилось вам или нет Будет всем интересно Может пользовались Вот Также не забываем подписываться на канал Чтобы не пропустить новые видосы Не забываем про группу ВКонтакте Желаю всем удачи И пока Субтитры сделал DimaTorzok